Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы обсудить с вами сборную России, потому что сегодня Артём Дзюба, бывший капитан нашей национальной команды, дал первое интервью, где коснулся темы национальной сборной. Напомню, что в последних матчах при Валерии Карпине Дзюба не вызывался в национальную команду, и многие, скажем так, уже начали строить теории, с чем же это связано. Что вот какой-то конфликт, что Карпин не любит Дзюбу, или Дзюба не любит Карпина. Сам Валерий Георгиевич, ну, собственно, Карпин, не раз уже высказывался на эту тему и говорил о том, что, в принципе, он не имеет ничего против Дзюбы, когда будет в хорошей форме, тогда и вызовем. Ну и в результате всё вот это тянулось-тянулось, Артём на эту тему не высказывался, но вот, наконец-то, настал момент, и Дзюба решил, ну, так скажем, выдвинуть свою версию данных событий и дал интервью на эту тему. И, вы знаете, лучше бы он этого не делал, потому что его позиция настолько шаткая и неуместная, что мне вот как-то даже неловко становится. Вот знаете, многие из Дзюбы сейчас лепят какого-то мега-злодея. Даже кличек разных ему надавали, как в киновселенной Марвел или DC. И на фоне этого, читая подобное интервью, у меня возникает какой-то диссонанс. Мне кажется, что Дзюба никакой не злодей, это просто недалёкий человек, который сам до конца не понял, какую кашу заварил. И поэтому, знаете, вот сейчас он просто пытается скинуть ответственность за всю эту кашу на других людей, например, на Карпина. Читая это интервью, вот эти записки Дзюбы, у меня создаётся ощущение, что он пытается экранизировать старый, ещё советский анекдот, который заканчивается словами «Вы все пидорасы, а я Д'Артаньян». Вот примерно это хочет нам сказать Дзюба, что он ни в чём не виноват, все вокруг плохие, заговор и так далее. А меня просто не пускают в сборную. Вот такая вот странная мысль прослеживается у Дзюбы в его заявлениях. Ну и, разумеется, таким образом Артём ещё больше подставляется. Лучше бы просто, ей-богу, сказал, что я готов поехать в сборную, вызывайте, когда посчитайте нужным. Это был бы грамотный выход из ситуации и правильная позиция, но нет, Дзюба не может подобного себе позволить. Всё вот это интервью, все эти фразы, они пропитаны эгоцентризмом, тем, что Дзюба считает себя особенным, исключительным и так далее. А вот все его такого гения не понимают. И в результате, понятное дело, что сейчас Дзюба получит ещё одну порцию негатива. Барзыкин снимет ещё 30 роликов про Артёма, где будет шутить про его анонизм и всё прочее. Ну а поддержать Дзюбу решатся только Орлов, Боярский и Ижи с ними. Они, по-моему, уже и поддержали Дзюбу. На этом, скорее всего, история закончится. С поддержкой. А вот негатива он хайпанёт по полной программе. И нахрена это было делать, не совсем ясно. В общем, давайте обсудим это феорическое интервью. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет. И она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдёте по ссылочке в закреплённом комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введёте промокод «Футбол Калуцкий», который также указан в закреплённом комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят. Это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Итак, что же заявил Дзюба? Не против сделать шаг навстречу. Но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак повесили на меня. Лежни в чём! Не виноваты! Это очень мило, что Дзюба согласился сделать шаг навстречу. Но напоминаю, что ранее Валерий Карпин, главный тренер сборной, сделал несколько шагов навстречу Дзюбе. Там был не то, что шаг навстречу, там была пробежка навстречу Дзюбе, и в результате, на фоне всего этого, на фоне всех этих шагов Карпина, Артём ответил отказом, когда он объявил о приостановлении выступлений за сборную. И вот сейчас, после всего этого говорить, «Я готов сделать шаг навстречу», ну, это прям как в песне «Круга». Штучка твоя, я осталась за... Ну ты раз уж собрался идти в отрицалово и отказываться от сборной России, ну так отказывайся до предела, чё ж ты сейчас сдаёшь назад. И вообще возникает логичный вопрос, как вообще к этой ситуации относиться. Сперва человек игнорит сборную, а потом пытается всё извернуть так, что виноват во всём Карпин. И это он, дескать, мешает ему играть в национальной команде. А теперь давайте вспомним хронологию. Изначально Карпин, только-только его назначили в сборную России, даёт интервью, где говорит, что Дзюба, несмотря на все их взаимоотношения предыдущие, это важный игрок для сборной, будет он в форме, будет вызываться. Дальше Карпин лично летит в Санкт-Петербург и общается с футболистами «Зенита». Понятное дело, в первую очередь он летит пообщаться с Дзюбой. Они два часа о чём-то там болтают, и вроде как всё нормально. Потом Карпин не вызывает Артёма. Да, это многими было воспринято неоднозначно, но Карпин сразу сказал, будет Артём в хорошей форме, будет вызван. На тот момент всем было очевидно, что Дзюба не в форме. А потом, когда Дзюба набрал форму и стал показывать, ну, наверное, лучшие статистические данные за весь текущий сезон, его вызывают в сборную. И чем заканчивается? Тем, что Дзюба приостанавливает выступление за национальную команду и отказывается в неё ехать. И это при том, что тогда Артёму лично позвонил Карпин. Это единственный футболист, которому лично позвонил главный тренер и сообщил о том, что я тебя вызываю в национальную сборную. А тот отказался. Ну, то есть, ему сделали навстречу несколько вот таких широких шагов, широких жестов. А ему плевать. Он сейчас выставляет всё так, что его загнобили несчастного. Он такой, знаете, жертва репрессий. Ну и так далее, тому подобное. Ну и хотелось бы отметить, что тогда он типа объяснил это всё плохой формой. То, что он не вызвался, потому что в плохом состоянии и не готов играть. Но по дальнейшим выступлениям мы увидели, что форма у него была вполне себе хорошая в тот момент. И получается, что Дзюба, по всей видимости, обиделся на то, что Карпин не вызвал его изначально. Вот на первые сборы с Валерием Георгиевичем. Как раз таки потому, что у него была плохая форма. Но ведь в тот момент действительно была плохая форма. Тогда почему Дзюба объезжается, если он сам отказался выступать из-за плохого состояния? А до этого у него состояние было ещё хуже, получается. Ну, по логике Дзюбы. Потому что в тот момент, когда сборная проводила первые матчи с Карпином, но Артём откровенно играл плохо. То есть Дзюба, получается, сам себе противоречит. Карпин-то логичен. Он сказал, будет в хорошей форме, вызову. В плохой форме был Дзюба. Он его не вызвал. Потом набрал форму, вызвал. А здесь Дзюба как-то сам запутался в своей собственной брехне. Ну, а что он сказал дальше? Посмотрим. Я к этому привык. Готов поехать в сборную без всяких подковёрных игр. Ну, вообще, знаете, вот это поведение Дзюба, его высказывания, они не особо говорят о том, что он готов на примирение, что он готов идти навстречу Карпину. И что он здесь готов, так скажем, помочь сборной России. По-моему, всё, что хотел сказать Дзюба, это то, что он суперзвезда, к нему должно быть особое отношение, а его, дескать, вот как обители. То есть вот это прям сквозит в этом интервью. И судя по тому, что он обвиняет всех, кроме себя, очевидно, что он считает себя правым. И непонятно, каким образом он собирается идти навстречу, идти на примирение и так далее. В общем, для меня, если честно, всё вот это загадочно. И очень смешно учитать то, что Дзюба готов вернуться в сборную без каких-то подковёрных интриг и подковёрных каких-то игр. Так простите, Дзюба это всё и устроил. Поехал бы он тогда в сборную России, когда Карпин вызывал, не было бы всей этой ситуации, всей этой заварушки. А теперь он рассказывает о том, что вот, посмотрите, меня игноет. Меня вот тут загнобили буквально. И знаете, вот если уж есть какие-то подковёрные игры, о которых упоминает Дзюба, которые, возможно, мешают Карпину вызвать его, ну так пускай он заявляет об этом. Пока что мы не видим никакой конкретной информации, что там произошло, как именно произошло и так далее. Карпин свою позицию разъяснил. Он сказал о том, что звонил Дзюбе и так далее, что беседовал с ним, а здесь какие-то общие слова и всё. И дальше, кстати, будет очень забавно, когда Дзюба попытается в чём-то обвинить Карпина и начнёт приписывать ему цитаты, о которых никто не знает, кроме Дзюбы. То есть, понимаете, в чём проблема? Получается, что Дзюба ссылается на то, что мы не сможем проверить, потому что эти цитаты либо они выдуманы Дзюбой самим, либо их, видимо, нигде не публиковали, и мы, опять же, не сможем их проверить. Вот, например, посмотрите на эту фразу. Дзюба заявляет следующее. Когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артёма Дзюба не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу. Клоун. Ну, как и следовало ожидать, Дзюба обиделся на фразу Карпина про клоуна. Ну, я на всякий случай напомню, что там была за история. Тренеру сборной заявили, что некоторые футболисты национальной команды говорят, дескать, не хватает им шуток от Дзюбы. На что Карпин ответил. Теперь я буду шутить. Буду клоуном. Теперь я. Ну, то есть, очевидно, что Карпин, раз уж он сам себя назвал клоуном, не пытался здесь оскорбить Дзюбу. Ну, возможно, эта фраза не самая удачная, с другой стороны, Карпин сам себя клоуном назвал. То есть, не было контекста такого, что он пытался оскорбить именно Артема. И, по-моему, это в каком-то смысле было даже самое иронично. Ну, а Артем, понятное дело, сильно обиделся на эту фразу. И в результате получается, что это, видимо, была одна из причин нынешнего конфликта. Но это ладно. Это хотя бы цитата, которая была, которая имела место в прессе, которую мы действительно читали и обсуждали. Но обратите внимание, дальше Дзюба приписывают Карпину слова, которых нигде нет и которых никто не знал. Что, дескать, Карпин обвинил Дзюбу в том, что он портил атмосферу. Вот реально, найдите мне кто-нибудь первоисточник этой фразы Карпина. Я нигде, если честно, ее не видел. Какие ваши доказательства? Поэтому здесь Дзюба использует очень удобный риторический прием, когда он приписывает своему оппоненту цитату, которой у того не было, Абдом начинает опровергать ее, таким образом зарабатывая себе очки. Ну и самое забавное, как бы своей фразой про клоуна, что теперь клоуном буду я, ну Карпин как бы подчеркнул, что, видимо, действительно он сам понимает, что шуток Дзюба не хватает. И теперь он будет его в этом плане заменять. То есть, если Дзюба делала атмосферу хуже, очевидно, своими шутками, судя по всему, то почему Карпин решил это продолжить? Ведь Карпин сказал, что он заменит Дзюбу. То есть Карпин заменит Дзюбу в чем? В том, чтобы ухудшать атмосферу? То есть, в чем логика тогда? Я не могу понять. Логика фразы Карпина всем понятна. А вот то, как Дзюба пытается здесь все исковеркать и представить, что Карпин его в чем-то обвиняет, вот это уже не пойми что. Дальше Дзюба заявляет еще одну интересную тему. Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас. Не мне решать. Это говорит человек, которого вызвали в сборную, а он сам отказался ехать и заявил, что приостанавливает выступление в национальной команде. Окей, это просто гениально. А кто тогда решает? А кто это делает? Может быть, Дзюба в заложниках? Артем, пожалуйста, морни два раза правым глазом, чтобы мы поняли, если тебя кто-то держит в пленниках. Иначе я не пойму, кто тебе запрещает выступать за сборную. Тебя вызвали, ты сам отказался, но оказывается, что ты ни в чем не виноват. Что не ты решаешь, играть тебе в сборной или нет. Но вообще, по-хорошему, действительно и не ты должен решать. Ты кто такой? Ты футболист, а не тренер. Тренер сборной должен решать, кто играет в сборной. Но тебя вызвали, а дальше уже ты сам решал, выступать тебе или нет, потому что ты мог поехать, а мог отказаться. Ты принял решение не ехать. Какие претензии тут могут быть хоть кому-то, Артем? Ты вообще о чем говоришь? У тебя память какую рыбки, что ли? Ты забыл, кто отказался выступать за сборную? Я просто охреневаю от этого всего. И повторяю, сколько сделано шагов навстречу Дзюбе, сколько всего сделано Карпином, личные беседы, звонки Дзюбе и так далее, а он после этого мне не дают играть за сборную, не мне это решать. Ну а дальше Дзюбе снова приписывает Карпину ту фразу, которую он мне произносил. Как он там сказал, что его голы, когда команда проигрывает, не считаются? Как это? Я что, должен и в защите играть и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали? Ну, опять же, я очень прошу, ребят, найдите мне, пожалуйста, первоисточник цитаты Карпина. Где он такое говорил? Вот я не помню, я рыскал в интернете, в гугле, яндексе, яху и остальных сайтах, я везде вбивал, в итоге мне выдают вот это интервью Дзюбе. То есть, первый источник фразы Карпина это интервью Дзюбе. А где изначально это произносилось, до хрени его знает. Может, Дзюбе это приснилось, что Карпин ему звонил и сказал все это? Или ему приснилось, что он интервью Карпина какой-то видел, несуществующее? Или где это было сказано? Ну, понимаете, обычно, если ты пытаешь опровергнуть своего оппонента, нужно как бы по цитатам бить, а не потому, что ты сам себе выдумал и приписываешь своему сопернику. Ну, какой-то абсурд, ей-богу. Где Карпин говорил про то, что Дзюба портил атмосферу? Где Карпин говорил про то, что Дзюбины голы не считаются? Вот фанаты Дзюбы, которые наверняка сейчас прибегут в комментариях и будут оправдывать, пожалуйста, ссылочки на эти фразы Карпина. Я очень хочу увидеть. И не надо мне, вот знаете, ссылочки на другие фразы Карпина, которые вы иносказательно поняли вот под другим соусом. Я, простите, юрист по образованию, у меня, видимо, какая-то такая фишка осталась в мозгу, что я люблю прямые цитаты и конкретные фразы, а не какие-то я вот так эту фразу понял, да я так ее интерпретировал, ну, знаете, идите в лингвистические эксперты тогда. А пока что, ребят, ну, извините, цитат нету. Цитаты, по всей видимости, выдуманы дзюбой для того, чтобы хоть как-то объяснить свое поведение. Ну, а касательно наезда на защитников, ну, это вообще отдельная тема для разговора. Вот такой капитан нашей сборной точно нахрен не нужен, который просто публично обвиняет футболистов, партнеров своих бывших по сборной в том, что они играли плохо. Понимаете, я Черчесова в свое время критиковал за то, как он высказался о том, что там, не знаю, Джике без Семенова не справился со своими задачами, что Гильермо там играл плохо и так далее. Я говорил о том, что это неприемлемо. И для футболистов то же самое, нельзя такое говорить. Про то, что защитники, твои партнеры по команде, играют плохо. Это при том, что, кстати, Дзюба здесь сказал, я что, должен защищаться? Ну, как бы в современном футболе считается, что вся команда должна обороняться, включая нападающих. Но Дзюба настолько привык, что его освобождают от защитных функций, что он, видимо, как-то отстал от жизни и не понимает, что действительно пахать на оборону должны все. Ну, в общем, знаете, некрасиво, очень некрасиво приписывать фразы Карпину, которую не говорил, обвиняет защитников, что те не защищаются и причем делает это публично. Ну, это бардак, простите. В личной беседе скажи что угодно, Джике, Дзюбееву и так далее. Хотя не факт, что Дзюба решится подобное сказать нашим центральным защитникам. Ну, просто ребята здоровые. А здесь, в интервью, он, видите, какой смелый стал. Ну, такое себе, прям скажем. Ну и дальше, последняя фраза, которая меня просто убила. Получается, для одного одни критерии, для другого другие, а должны быть для всех одинаковые. Я полностью согласен. Для всех футболистов, которые являются кандидатами в сборную России, критерии и требования должны быть одинаковые. И условия тоже одинаковые. Но, к сожалению, получается, что при Карпине Дзюба стал особенным. Потому что только Дзюбе Карпин лично звонит и узнает, готов ли тот выступать за сборную России. Только к Дзюбе Карпин лично едет в Санкт-Петербург, чтобы с ним побеседовать. Только с Дзюбой у Карпина был такой длинный разговор, почти на два часа. Только Дзюбу, как нападающего, Карпин отдельно выделял в своих интервью и говорил о том, какой крутой это футболист и как он нужен, если он наберет форму. И так далее, и тому подобное. Дзюбе создали эксклюзивные условия в сборной, которые были у него при Черчесове и которые по-прежнему есть при Карпине. Но Артему этого показалось мало. Чем же я заслужил такое твое неуважение? Видимо, он ждет, что Карпин приедет в Санкт-Петербург и не просто поговорит с ним. А я не знаю, встанет на коленки, Дзюбе расстегнет ему шаринку и сделает всем известное действо. Вот, наверное, это нужно еще Дзюбе для того, чтобы он соизволил поехать в сборную России, чтобы он поменял отношение к Карпину. Вот реально, нужно ему либо жопу целовать, либо спереди что-то делать. И тогда, возможно, Дзюба посчитает, что к нему достаточно уважительно обратились и теперь он может поехать в сборную России. Да, это человек, который говорит про то, что к нему несправедливо относится и что ко всем должны быть одинаковые критерии. Ну, здесь мне хочется, чтобы действительно критерии были одинаковые. И я считаю, что Карпин ошибся, когда лично звонил Дзюбе, когда лично ехал с ним там беседовать. Судя по результату, не стоило этого делать. Действительно, не стоило. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.